Лекция номер 2 по дисциплине «Основы хирургической стоматологии» Это гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки рассмотрим, рассмотрим распространенность и ее этиологию, и также какие условия развития гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной жировой клетчатки. Итак, гнойная неспецифическая инфекция – это воспалительные заболевания различной локализации и характера, вызванные гноеродной микробной флорой, занимает в хирургии одно из основных мест и определяет сущность многих заболеваний и послеоперационных осложнений. Больные с гнойно-воспалительными заболеваниями составляют треть всех хирургических больных. То есть на данной картинке здесь представлен фурунпул, который также является одним из проявлений гнойной инфекции в коже. Итак, какие факторы определяют начало развития и особенности течения исход заболеваний, связанных с инфекцией? Это состояние иммунобиологических сил макроорганизма, количество, вирулентность, лекарственная устойчивость и другие биологические свойства микробов, проникших во внутреннюю среду организма человека. Также анатомы физиологические особенности очага внедрения микрофлоры, общее состояние и состояние местного кровообращения и степень аллергизации больного. За последние годы отмечают значительные изменения иммунобиологической реактивности населения, вызванные как аллергизирующим влиянием факторов окружающей среды, так и широким применением лечебно-профилактических мероприятий. Например, прививки, переливание крови, крови замещающих жидкостей, лекарственные препараты и т.д. Отмечающиеся во всех странах увеличение частоты гнойно-воспалительных заболеваний и послеоперационных осложнений, снижение эффективности их лечения, объясняют также быстрым увеличением числа штаммов микроорганизмов, устойчивых к воздействию антибактериальных препаратов. Для возникновения гнойного воспаления важно наличие в очаге внедрения микрофлоры мертвых тканей, т.е. питательной среды для бактерий, а нарушение местного и общего кровообращения, затрудняющие доставку в очаг клеточных и химических структур, необходимых для борьбы организма с пикробами, создают условия для более тяжелого течения гнойного процесса. Здесь у нас имеется на слайде абсцесс подчелюстной области слева, но неизвестно какого характера. Здесь мы рассматриваем в основном только однодогенные факторы, т.е. это хронический периодонтит, который перешел в развитие гнойного процесса, ограниченного абсцесса. Итак, этиология всех гнойно-воспалительных заболеваний. Она имеет инфекционную природу, т.е. вызывается различными видами возбудителей, грамм положительными и грамм отрицательными, аэробными и анаэробными, спорообразующими и неспорообразующими и другими микроорганизмами, а также патогенными грибами. При определенных благоприятных для развития микроорганизмов условиях, воспалительный процесс может быть вызван условно-патогенными микробами. Это клипсела, энтеробактер, сапрофитами и другими. Заболевание может быть вызвано одним возбудителем – это моноинфекция или несколькими – смешанная инфекция. Группа микробов, вызвавших воспалительный процесс, называется микробной ассоциацией. Микроорганизмы могут проникать в рану в зону повреждения тканей из внешней среды – это экзогенное инфицирование – или из очагов скопления микрофлоры в самом организме человека. Итак, рассмотрим. Стофилококки – это наиболее частый возбудитель гнойно-воспалительных заболеваний. Основной путь инфицирования – это контактный. Источником экзогенного инфицирования чаще бывают больные с гнойно-воспалительными заболеваниями. Поэтому мы знаем, что в любом хирургическом отделении гнойные больные всегда лежат отдельно от чистых, потому что контактный путь инфицирования никто не отменяет. Источники эндогенного инфицирования, хронические или острые очаги воспаления в самом организме человека, но стафилококки могут также сопрофитировать на коже, слизистых оболочках носа, носоглотке, дыхательных путей. Для стафилококковой инфекции характерно свойство микробов выделять экзотоксины. Это стафилогемолизин, стафилолейцин, плазмакоуглазу и другое. А также высокую устойчивость микробов к антибиотикам и химическим антисептикам. Чаще стафилококки вызывают локализованные гнойно-воспалительные заболевания. Это такие как фурункул, карбункул и гидроденит и другое. А также остеомиелит, абсцессы, флегмону и другие воспалительные гнойные заболевания. Также возможна общая гнойная инфекция, достаточно тяжелая, это сепсис. Здесь мы видим схематично представлен абсцесс. То есть вот сосредоточен гной, имеются гнойные мембраны, гранулирующие ткани вокруг. И также подкожно-гнойно-воспалительные заболевания. Положен в толщу. Следующее. Стрептококки. Бета-гемолитические стрептококки. А, Б и Д могут вызывать сепсис, рожу или тяжелая инфекция у детей. Это остеомиелит, который могут перехать в менингит, также сепсис. Особенностью стрептококковой инфекции является тяжелая интоксикация. А общая гнойная инфекция протекает без метастазирования. Следующие микроорганизмы это протей. Протей это род микроорганизмов, объединяющих граммоотрицательные палочки. Некоторые из них, протеус миробилис, вульгарис, инконстанс, сопрофитируют в полости рта и кишечники. При попадании в рану вызывают гнойное воспаление с гнилостным распадом мягких тканей, протекающих с тяжелой интоксикацией. Отличаются достаточно высокой устойчивостью к антибиотикам и химическим антисептикам. Встречаются в гнойных очагах, в ассоциациях с другими микроорганизмами. Также опасными возбудителями являются внутрибольничные инфекции. Синегнойная палочка. Сопрофитирует на коже человека. Чаще в местах, где развиты потовые железы. Является одним из возбудителей внутрибольничной инфекции. Развивается при пониженной сопротивляемости организма. Подавляет регенерацию тканей. Обладает высокой устойчивостью к антибиотикам и химическим антисептикам. Кроме полимексина, амикоцина, карбенициллина и борной кислоты. Какой же патогенез и реакция организма на воспаление? Для развития воспаления гноеродные микробы должны проникнуть через поврежденные эпителии кожи или слизистые оболочки. Так называемые входные ворота. Во внутреннюю среду организма. Неповрежденные кожа и слизистые оболочки являются надежным барьером, через который микробы проникнуть не могут. Нарушение эпидермиса кожи или эпителия слизистых оболочек, способствующие внедрению микробов, может быть результатом механической травмы или воздействия химических веществ, каких-то аллергических факторов, бактериальных токсинов и травмирующих агентов. Размер повреждений также не имеет решающего значения. Микроорганизмы также проникают во внутреннюю среду при любом, при микротравме или крайне малом или большом нарушении целостности покровов тела. Также здесь представлены гнойно-воспалительные заболевания. Здесь имеется карбункул справа внизу и абсцесс челюстной области. Также, конечно, нам неизвестно, какой он природы адентогенной, либо, может быть, неадентогенной природы. Через дефект эпителия микроорганизмы попадают в межклеточные щели. Лимфатические сосуды истоком лимфы заносятся в глубже лежащие ткани. Это подкожно-жировую клетчатку, мышцы, лимфатические узлы. Дальнейшее распространение и развитие воспалительного процесса определяются соотношением количества и вирулентности проникших микробов с иммунобиологическими силами организма. Если количество микробных тел и их вирулентность невелики, а иммунобиологические силы организма значительны, значит, воспалительный процесс не будет развиваться или, если начнется, быстро прекратится. Для развития проникших в органы и ткани микробов необходимо некоторое время для их приспособления к новой биологической среде. Попавшие в рану микроорганизмы обычно начинают проявлять свою жизнедеятельность и размножаться через 5-6 часов. На этом основана методика обработки случайных ран в первые часы после повреждения, цель которой – удалить микрофлору и поврежденные ткани во избежание развития гнойного процесса. Обычно воспалительный процесс, вызванный каким-либо одним видом микроба, протекает легче, чем вызванный несколькими видами микроорганизмов. Вторичное инфицирование не только ухудшает течение воспалительного процесса, но нередко повышает биологическую активность первичной микробной флоры. Поэтому при обследовании и лечении больных с гнойными заболеваниями необходимо особенно пунктуально соблюдать правила асептики. Внедрение микробов сопровождаются местными и общими проявлениями, но местные условия, какие оказываются на развитие воспаления, – это состояние тканей. Микроорганизмы встречают значительное сопротивление в областях тела с хорошо развитой сетью кровеносных сосудов и хорошим кровоснабжением. И наоборот, легче развиваются в областях тела с недостаточным кровообращением. Так, на голове и лице, где имеется густая сеть кровеносных сосудов, гнойные процессы развиваются реже, чем в других областях тела. Здесь также представлены гнойные воспаления. Здесь вот справа внизу фурункул в стадии инфильтрации. Здесь также слева вверху – это карбункул. То есть мы видим, как будто пациент уже сам приложил к нему руки. Также мы с вами разговаривали, да, для развития необходимо некоторое время, это 5-6 часов, для того, чтобы они проникли, начали размножаться. Поэтому необходимо также производить первичную хирургическую обработку ран и соблюдение правил асептики, конечно же. Моментами, благоприятствующими развитию микробов, являются, что это наличие в зоне травмы питательной среды, кровоизлияния, мертвые клетки, ткани и одновременное проникновение нескольких микробов. Это полиинфекция, оказывающая синергическое действие. Также проникновение микробов повышенной вируленности, например, из очага воспаления у другого больного или очага в другом органе или тканях. Обычно воспалительный процесс, вызванный каким-либо одним видом микроба, протекает легче, как мы уже говорили. Вторичное инфицирование ухудшает воспалительный процесс, повышает биологическую активность микробной флоры. Соблюдаем правила асептики. Какая же реакция организма? Внедрение микробов сопровождается местными и общими проявлениями. Проникновение вызывает местную реакцию, выражающуюся прежде всего в изменениях кровообращения, нервно-рефлекторной природы. Сначала развивается артериальная гиперемия, затем венозный стаз с образованием отека, появлением болей, местным повышением температуры, нарушением функций и т.д. В воспалительном эксудате накапливается большое количество нейтрофильных лейкоцитов. Полнота проявлений, степень выраженности, т.е. яркость местных симптомов и их быстрота развития у больных различна, т.к. зависит от состояния реактивности организма. Различают гиперэргическую, нормэргическую, гиперэргическую энергические формы воспалительной реакции. У одних больных гнойный процесс развивается бурно, распространяясь на окружающей ткани, в том числе сосуды, с образованием тромбозов, обширных отеков, вовлечением в процесс лимфатических сосудов и узлов, развитием не только обширной местной, но и тяжелой общей реакции. Такая гиперэргическая реакция, несмотря на своевременное иррациональное лечение, нередко приводит к летальному исходу. У других больных процесс развивается не столь быстро. Воспалительный процесс захватывает меньшее количество тканей. Отек бывает небольшим. Общая реакция не носит резко выраженного характера. Незначительное повышение температуры тела, изменение состава крови и т.д. Такая норма эргическая реакция на гнойную инфекцию и местный гнойный процесс, вызвавший ее, довольно легко ликвидируется при своевременно начатом и правильном лечении. У некоторых больных местное гнойное заболевание протекает при слабо выраженной местной и общей реакции. Воспаление в этих случаях ограничивается только локализацией процесса, это карбункул, абсцесс и другое. Отек окружающих тканей почти отсутствует. Лимфоангита, лимфоденито, тромбоза не наблюдается. Температура тела повышается незначительно. Такие процессы с местными и общими реакциями, гиперэргическая реакция, легко поддаются лечению. А участие больных местные гнойные очки ликвидируются даже без лечения. Гнойный процесс может ограничиться поверхностно расположенными тканями. Абсцесс, фрункул, карбункул. Либо вовлечь в процесс глублежащей ткани на значительном протяжении, что приведет к образованию обширной межмышечной флегмоны. Может он также распространиться по подкожной клетчатке. То есть вызвать распространенную эпифасциальную флегмону с отслоением и разрушением значительных участков кожи. Здесь на слайде представлена также местная реакция воспаления. Это раздражение нервных окончаний, боль, гной, как продукт разрушения фагоцитов и участков тканей. Расширение кровеносных сосудов, что ведет за собой покраснение, повышение температуры, выход из фагоцитов из крови и повышение проницаемости мелких сосудов, то есть отек. Результатом местной реакции макроорганизма на внедрившуюся микрофлору является развитием защитных барьеров. Прежде всего образуется лейкоцитарный вал. Это отграничивающий очаг, инфекция от внутренней среды от организма. Такими же барьерами служат и лимфатические узлы. В процессе развития тканевой реакции вокруг гнойного очага и следствия размножения клеток соединительной ткани образуется грануляционный вал, который еще более надежно ограничивает гнойный очаг. При длительном существовании ограниченного гнойного процесса из окружающего его грануляционного вала образуется плотная пиогенная оболочка, которая является надежным барьером, ограничивающим воспалительный очаг, то есть формируется абсцесс. Гнойный воспалительный процесс часто приводит к развитию интоксикации, которая обуславливается разными причинами. То есть в очаге воспаления вследствие размножения жизнедеятельности, гибели микроорганизмов освобождаются бактериальные эндо- и экзотоксины, которые, всасываясь в кровь, оказывают токсическое действие. Кроме того, распад тканей в очаге воспаления приводит к образованию токсических продуктов, а нарушение обмена веществ при обладании анаэробных процессов над аэробными способствует накоплению в организме молочной и пировиноградной кислот и других продуктов воспаления – цитокинов, интерлекинов, простагландинов и другое. Все эти токсические продукты из-за очага воспаления проникают в кровь и влияют на деятельность жизненно важных органов – мозга, сердца, печени, почек и другое. Второй источник интоксикации – это накопление в крови токсических продуктов жизнедеятельности организма вследствие нарушения функций органов, обеспечивающих дезинтоксикацию, то есть это печень и почки. Нарушаются связывания и выведения из организма метаболических продуктов, образующихся за счет нормальной жизнедеятельности организма – продуктов азотистого обмена мочевина и креатинина, а также токсических продуктов, проникающих в кровь из-за очага воспаления, бактериальных токсинов, продуктов распада тканей. Третий источник интоксикации – всасывание в кровь токсических продуктов, образовавшихся вследствие нарушения деятельности органов под влиянием воспаления. Как это наблюдается при перитонитах? Да, понятно, что это общая хирургия, когда в результате развивающегося пореза кишечника скапливаются продукты пищеварения, пищеварительные соки. Но здесь можно также использовать и обширные флегмоны дна полости рта, при которых также начинает нарушаться деятельность органов под влиянием воспаления. Токсические продукты также всасываются в большом количестве в кровь, усиливая токсикоэмию и общую интоксикацию организма. Итак, воспалительный процесс приводит к серьезным изменениям в организме, нарушению функций различных органов и систем, что требует специальных лечебных мероприятий по предупреждению и устранению развившейся интоксикации. Местная воспалительная реакция здесь представлена также. Клинические проявления и особенности обследования больных Местные проявления воспаления определяются стадией развития, характером и локализацией воспалительного процесса. Так, поверхностно расположенные очаги воспаления, это гнойно-воспалительные заболевания кожи подкожной клетчатки, или расположенные в глубине ткани очаги, но с вовлечением в воспалительный процесс кожных покров, характеризуются классическими признаками воспаления, которые вы все знаете. Это покраснением, обусловленное воспалительной гиперемией, отеком припухлостью, болью, повышением местной температуры и нарушением функции органа. Распространенность и выраженность воспалительного процесса определяют и степень выраженности местных клинических проявлений. При клиническом обследовании больных с гнойно-воспалительными заболеваниями можно определить фазу воспалительного процесса. То есть, пальпируемое плотное болезненное образование при наличии других признаков воспаление свидетельствует об инфильтративной фазе процесса в мягких тканях и железистых органах кожи и подкожной клетчатки. Определяемое при пальпации размягчение инфильтрата положительный симптом флюктуации указывает уже на переход инфильтративной фазы в гнойную. Клиническими признаками общей реакции организма на воспаление является повышение температуры тела, озноб, возбуждение или наоборот вялость больного. В крайне тяжелых случаях, а иногда и потеря сознания, головная боль, общие недомогания, разбитость, учащение пульса, выраженные изменения состава крови, признаки нарушения функций печени, почек, снижение артериального давления, застой в малом круге кровообращения. Перечисленные симптомы могут носить как ярко выраженный характер или быть совсем малозаметными в зависимости от характера, распространенности, локализации воспаления и особенностей реакции организма. Здесь мы также видим на слайдах флегмоноправощики и фрункул, который расположен в подглазничной области справа. В центре видно, что налицо все признаки воспаления. Это краснение, повышение местной температуры, урушение функций. Понятно, что глаз затек. Боль также имеется. Какая же диагностика? Из лабораторных тестов, характеризующих интоксикацию, большое значение имеет увеличение в крови уровня мочевины, некротических тел, полипептидов, протеолитической активности сыворотки крови. Тяжелая интоксикация проявляется также нарастающей анемии, сдвигом влево лейкоцитарной формулы, появлением токсической зернистости форменных элементов крови, развитием гипо- и диспротеиномии. Для уточнения диагноза гнойно-воспалительных заболеваний используют специальные методы исследования. Используют пункцию, рентгенологические, лабораторные, клинические, биохимические исследования крови, мочи и эксудата. То есть при, например, развитии флегмоны подчелюстной области у пациента могут использоваться такие, как рентгенологические методы исследования. Если мы рассматриваем адентогенную флегмону, то нам необходимо сделать снимок верхней и нижней челюсти, определить причинный зуб, удалить и вскрыть тем самым флегмону, то есть выпустить гной. Какие же общие принципы лечения всех гнойно-воспалительных заболеваний? Лечение проводят с учетом общих принципов и особенностей характера локализации патологического процесса – лигмона-абсцесс. Основные принципы лечения – это 1. Этиотропная и патогенетическая направленность лечебных мероприятий. 2. Комплексность проводимого лечения, использование консервативных, антибактериальной, дезинтоксикационной, иммунотерапии и другое, и также оперативных методов лечения. Следующее – это проведение лечебных мероприятий с учетом индивидуальных особенностей организма, характера и локализации стадии развития воспалительного процесса. Итак, какое же консервативное лечение мы используем? В начальном периоде воспаления – лечебные мероприятия, направленные на борьбу с микрофлорой, антибактериальная терапия, и использование средств в воздействии на воспалительный процесс, чтобы добиться его обратного развития или ограничения. В этот период используют консервативные средства, такие как антибиотики, антисептические, противовоспалительные и противоотечные средства, энзимотерапию. В физиотерапию также используют тепловые процедуры, грелки, компрессы. Компрессы используют на основе димексида, на основе полуспиртового раствора хлоргексидина. Также ультрафиолетовое облучение, ультравысокочастотную терапию, ульвача терапия, электрофорез лекарственных веществ и лазеротерапию. Воспалительный процесс Такими как водный хлоргексидин, перекись водорода и дренированием через функционный канал. Здесь представлена кожа, ну или десна, но мы здесь используем, здесь мы подразумеваем кожу. И резиновый дренаж, который помещается в полость, в которой был гной, который был выпущен. И для того, чтобы происходил также отток гноя, здесь используют резиновый дренаж, который вводят в рану и оставляют примерно, ну в зависимости от распространения гнойного очага. Но если мы подразумеваем, что это фурункул или кармункул, оставляют примерно дня на 3-4. Каждый день происходит перевязки пациента, то есть подтягивается резиновый дренаж каждый раз, чтобы происходил отток из раны. И также происходит обработка раны антисептическими растворами. И возможно использование также гипертонических растворов, которые оказывают которые оказывают тем самым удаление гноя из раны. Следующая хирургическая операция Переход воспалительного процесса в гнойную фазу и неэффективность консервативного лечения считают показанием к хирургическому лечению. Хирургическое лечение больных с гнойно-воспалительными заболеваниями является основным методом терапии. Хирургический доступ, то есть операционный разрез должен быть кратчайшим и достаточно широким, чтобы обеспечить удаление гноя и некротизированных тканей. Также располагаться в нижней части полости для хорошего тока, отделяемого в послеоперационном периоде. Также мы должны сказать о том, что на лице разрезы делаются по естественным складкам, так как это тоже необходимо отметить. Полость гнойника тщательно промывают антисептическими растворами. Операцию заканчивают дренированием раны, как мы уже говорили на прошлом слайде. Для активной аспирации в послеоперационном периоде гнойного соводержимого и промывания полостей антисептическими растворами. Если подведенный через разрез дренаж не обеспечивает достаточной эвакуации гноя, вводят трубки через небольшие дополнительные разрезы. Это контрапертуры. То есть также здесь используют дренажные трубки для того и использование контрапертуры необходимо также из-за распространенности гнойного процесса. Если он достаточно распространен. Так, выбор антибиотика. Выбор антибиотика определяется видом и свойствами. Антибиотика резистентностью возбудителя. При невозможности верификации возбудителя лечение начинают с антибиотиков широкого спектра действия. Ну, это называется эмпирическая антибиотикотерапия. А после установления возбудителя назначают антибиотики, которым чувствителен возбудитель. При предполагаемой микробной ассоциации, например, при гнойном перитоните, но здесь используется общая хирургия, например, при флегмоне дна полости рта, показана комбинированная антибактериальная терапия. Наилучший эффект дает применение препаратов, оказывающих синергическое действие. При этом микрофлора должна быть чувствительна ко всем антибиотикам, входящим в данную комбинацию. Наиболее целесообразно сочетание антибиотиков с различным спектром действия. Если выделена или предполагается не спорообразующая анаэробная флора, обязательно включают препараты, действующие на эти возбудители линдомицин или метронидозон. Энзимотерапия Энзимотерапия – это применение ферментных и антиферментных препаратов с лечебной целью. В настоящее время для лечения гнойно-воспалительных и тромботических заболеваний применяют протеолитические ферменты. Это трепсин, химотрепсин, плазмин, папаин и другое. Стрептокиназу, которая активирует плазминоген, переводя его в плазмин. Ферменты, дополяризующие ДНК и РНК. Келорунидазу, расщепляющую мукополисахариды, коллагеназу, расщепляющую коллаген, эластазу, щепляющую эластин. То есть, в основном, энзимотерапия используется для очищения гнойной раны от мертвых тканей и остатков продуктов жизнедеятельности бактерий. Дезинтоксикационная терапия. Ее цель – это удалить токсины и предупредить или уменьшить поступление токсинов в кровь. Для борьбы с токсимией используют два пути. Методы, оказывающие дезинтоксикационное действие в организме человека – это интеркорпоральную дезинтоксикацию или из организма отводят кровь, плазму, лимфу и пропускают через специальные сорбенты. Либо фильтры для удаления токсинов – это экстракорпоральная детоксикация. Это последнее используется для очень тяжелых случаев гнойно-воспалительных заболеваний, но в основном интеркорпоральную используют. Спасибо за внимание. С вами рассмотрели различные условия развития гнойно-воспалительных заболеваний, их патогенез, клинические проявления общие и общую диагностику и их лечением. Спасибо. Продолжение следует...